Я не хочу этим хвастаться, но, наверное, трудно. Найти аналог такого детства, когда твой отец самый приближенный к членам правительства. Потому что ближе к врачу, наверное, может быть только жена, а может быть даже и не жена. Потому что все, что может сделать личный врач, как тогда называлось оно при Кремле, не мог сделать никто. И будучи заключенной в этот образ жизни, какой-то, с одной стороны, сказочный. Он сказочный, действительно, потому что жизнь идет странная. Жизнь идет в барвихе. И это уникально по своему содержанию. И какие бы дачи люди сейчас ни настроили, все равно они не могут окунуться в ту удивительную, странную, неповторимую и ужасную жизнь. Потому что, на самом деле, ведь, когда человек ограничен в выборе своих подруг, приятелей, знакомых, ты живешь, имея все и не имея ничего. То есть, самого главного, того общения, которое ты хотел бы получить. Например, чтобы получить разрешение, и приехали в гости твои родственники или знакомые, надо было, видимо, моему отцу получать специальное разрешение, хотя он был главврач санатория Барвиха. И таким образом получалось, что я должна была дружить только с теми, кто был допущен до этой касты. И очень странно покажется вот такой избалованный ребенок, которого кормят черной икрой. А он убегает, а потом радостно прибегает, и когда мама сильно ругает, говорит, где ты была, в конце концов, ужинает и так далее, с гордостью отвечает, а ты знаешь, мне дали черный хлеб с подсолнечным маслом и сверху посолили солью. Это было самое вкусное. Видите, это получалась какая-то странная, действительно заколдованная жизнь. И, наверное, она как бы определила дальнейшее мое и поведение, и взгляд на остальное. Теперь никто не станет слушать песен. Предсказанные наступили дни. Моя последняя. Мир больше не чудесен. Не разрывай мне сердце, не звени. Еще недавно ласточкой свободной совершала ты свой утренний полет, а ныне станешь нищенкой голодной. Не достучишься у чужих ворот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это начало 50-х раздался звонок. И я просто помню, как мой отец совершенно спокойно встал и пошел открывать дверь. Теперь я понимаю, что он совершенно точно знал, что пришли за ним. Пришли люди, чрезвычайно вежливые, в сопровождении дворника и еще каких-то двух людей. Стали делать обыск. Обыск идет чрезвычайно быстро. Находят в тумбочке для лекарств, такая тумбочка, находят пузырек, которого у нас никогда там не было. Это точно, потому что, как ребенок, как все дети, я всегда обследовала все закоулки, все, естественно, ящички, как интересно. И там было написано слово «яд». И начинается писаться протокол. И вот тут у меня полный провал памяти. Я думаю, что это защитная реакция. Потому что не может быть, чтобы мама вообще не плакала. Но я помню, что уход папы – это был в полной тишине. И с этого началась тишина вокруг нас. Он находится в Тайшете, где, вообще говоря, все погибают. Все погибают, вот те, кто туда был сослан. Его спасают. Авторитет, как теперь это называется, пахан. Самый настоящий. Который приказал всем доктора не то что не трогать. Ему дали носки, валенки. Потому что, когда мама посылала ему... Один раз только разрешили послать посылку. Один раз. В эту страшную, морозную ночь, я не знаю, в Тайшете. Один раз она послала. И когда грянул этот момент «Умирает Сталин», Маленков вспоминает об отце. Потому что и причина-то была, вот, смерти Иосифа Виссарионовича, что он отбросил от себя всех врачей. И умер, как, вот, как я уже говорю, как умирает тиран в результате в одиночестве. А если были эти люди, которые все время спасали, они бы тогда его спасли. И вот Маленков, которого папа тоже лечил, вспоминает о нем. Мой отец очень быстро возвращается после смерти. в Сталина. И звонит днем, звонок. И открывает дверь, стоит человек.